Всем привет, друзья! Рада вас снова видеть на своем канале. Для тех, кто впервые у меня в гостях, меня зовут Елена, и со мной моя маленькая помощница Сонечка. Всем привет, Мадам! Рада она вам, очень-очень рада. У нас сегодня субботний завтрак. Наконец-то я решила снять видео. На самом деле, вообще, действительно, времени не хватает катастрофически, но сегодня выходной день, я решила с полными силами, с такими отдохнувшие, снять снова для вас видео. Погода прекрасная. С самого утра яркое солнце, настоящая осенняя погода, такую, какую я люблю. На улице все просто, я не знаю, золотых листьев, красных. У нас много кленов на районе. Это так красиво смотрится. Такую осень я люблю. Ну что, надеюсь, немножечко хорошим настроением с вами поделилась. Буду рассказывать, что мы сегодня будем кушать с Соней на завтрак. Я приготовила омлет из кабачка. Давно я такой не делала. Здесь у меня вот такая красота. По кусочку нам Соня положила. Здесь у меня кабачок натертый на средней терке. Ну, это как морковь обычно мы натираем. Помидор. Что еще? Лук. Колбаса. Немножко кусочек у меня оставался. Я порезала сюда и колбаску. Все это обжарила немножко. Пока я уменьшила все это в объеме. Немножко обжарила. Добавила два яйца нам Соня на двоих. И что еще? Сверху посыпала немножечко сыном. Вот такая вкуснотища. Такая, можно сказать, ленивая пицца овощная у нас получилась. Ну и также не очень захотелось. Давно мы не кушали бутербродов. Выглядят они, может быть, не очень. Это у меня бутерброд из гусиной печени. Мы сами с Соней готовили. Можно сказать, такая фуагра на такой, на домашний лад. Ну, фуагра, конечно, я пробовала. Ну, разницы я не увидела между обычным паштетом из печени, даже из той же курины, и между вот таким домашним, такой домашний вкуснятин, приготовленный своими руками. Все, кто будет кушать вместе с нами, всем приятного аппетита, мои дорогие. Давайте, я уже голодная, как волк просто. Ну и хороших всем выходных. Пить я налила себе горячий просто чай обычный, подсластила сладкий у Сони. Сочок. Яблочный сок с мякотью. Соня сегодня красивый. Я отставлю, дочь. Захочешь тогда это? Ты ему прямо так вот вилочкой. Ломай. Уже немножко остыл. Давай поломайте. Вкусный омлетик? Мы с Сони вообще за лето очень сильно, можно сказать, так полюбили именно из кабачка омлет. У нас как раз было много видео, вот непосредственно рецептов из кабачков. У меня кабачки остались еще с лета, лежали на балконе. Кабачки уже такие домашние. Это не покупные. Вастели домашними кабачками. Я решила, чтобы не пропадал продукт. Давно мы не кушали омлет из кабачков. Почему бы нет? Не приготовить. Дальше с бутерброд. Бутерброд хочешь? Ну, держи. Кушай. Аккуратно держи. Не перемашься. Соня, сегодня у меня красотка. Это у меня праздник. Бабуля, я вчера подарков, как всегда, надарила, передала. Соня, аккуратно, дочь. Сразу исходишь с очком? Аккуратно, не перемашься. Кушай, кушай. Если хочешь еще омлет весь у нас не вместился, я еще немножечко вот остался. Омлет вкусный, я думаю, мы докушаем. Омлет больше еще? Положи кусочек. Будешь? Угу. Вот так положу. Захочешь, еще тебе подбавлю. Омлет, на самом деле, вкуснейший. Единственное, нужно было, наверное, побольше кабачков. Я за лето немножко подзабыла рецепт. Ну, я его, в принципе, делала всегда спонтанно. То есть, никакого там рецепта нет. Это то же самое... Как бы я вам сказала, рецепт яичницу приготовления. То же самое. Поэтому здесь только... Как вы любите, хозяюшки. Кабачок. Мне нравится вот этот вот омлет. Он вкусный и без хлеба. То есть, не обязательно. Можно, конечно, сюда каких-нибудь овощей. Да-да. Так, Сонька, я тоже. Еще кусочек вкусняшка. Да? Выходной день. Сейчас будем с Сонькой работать. Гулять. Гулять некогда. Соня сегодня дома. Да, Соня? Тебя сегодня... Это у меня выходной. Я сегодня буду в красивом платье кушать. Я говорю, ну давай, говорит, мам, наряди меня в красивое платье. Давай, дочь. Что же делать? Нарядила Соня в красивое платье. Да, Соня? Нет. Соня, какой-то попался, что-то непонятное. Нет, твои платья огонь. Это саксон. Я не стесняюсь. А ты стесняешься, а потом тебе пишут, что ты разговаривать не можешь. На самом деле, умные девочки, которые пишут, что ребенок не умеет разговаривать 3 годика, вы включите своему ребенку, более старшего возраста, камеру, и пускай на камеру посмотрите, как будет разговаривать. Сможет ли он вообще хотя бы пару слов на камеру произнести. Поэтому, прежде чем что-то говорить, на себе проверьте, посмотрите, сможет ли у вас. Нужно сидя на диване, комментировать, это очень все просто и все легко. А сделать что-то реально своими руками, либо посмотреть, как ведут ваши родственники. Тут уже не каждый может. Да, Сонечка? Соня, на самом деле, очень хорошо разговаривает, и она болтает, я бы сказала, не остановить. С самого утра не успевает проснуться, и этот рот не закрывается. На, котенок, еще тебе кусочек. Давай мы двоих доедаем. По кусочку, да? Вкусно. Тебе такой омлет понравился, дочь? Нет. Кушай, младшко. А я буду, с чеком попью. Бутерброды. Давно я не делала никаких паштек. Я вообще разные делаю. И с мясом. Просто мясные. Делается очень-очень просто. Печень. Причем любая. Есть говяжья печень. Хорошо. Любите свиную, пожалуйста. Мне нравится очень с куриной печенью тоже. С печенью индейки. Печень немножко тушим. Если любите, можно обжарить. Обжариваем. Делаем зажарку. Лук, морковку из овощей. Добавляем немножко сливочного масла. Можно сливок, если у вас есть, чтобы паштет был более нежный. И все это блендером перетираем до консистенции. Ой, Соня, ну что ты делаешь? Ты зачем так делаешь, а? Да. А если бы сейчас вылила на себя? Ты вот посмотри, что ты сама делаешь. Посмотри, если бы ты сейчас на себя все вылила. Сидела бы, платье бы, в чем ты домой поехала бы? Сидела бы. В грязном платье. Ну ты что? Сама. Ручками надо брать и самой пить. Если ты хочешь сама, он полотенце все капут в тирку. Все. Ну, постираем. Хорошо, что машинка есть. Постирает. Ну, ты что, мама, возьмешь? Сбила ты меня. В смысле? Ручками бери. Бутылку возьмем? Бутылку возьмешь. Слушай, когда закутим, атака... Давай. Закончим? Давай это. Кушай. Надо пить из стаканчика. Ну, в общем, сбила меня Соня с мысля. Как я бутерброд эти готовлю? Обжариваю морковку, лук. Не любите обжаренные, просто можно протушить. Печень. Я по настроению могу просто отварить, могу протушить, могу обжарить, если хочется прямо жирного. Добавляю немножко сливок, кто-то сметаной добавляет, я сливки чуть-чуть добавляю, сливки, можно просто молока, если не хотеть, чтобы слишком жирно было. Ну, а сливок, паштет получается более такой нежный. И масло сливочного немножко. Ну, у меня вот сливочное масло, я уже добавила не сам паштет, а добавила уже, когда паштет я этот скручивала. Больше еще, Соня? Бутербродик. Наелась? Да. Да ты что? Ну, давай, мама чуть-чуть поест. С маслицем, смотри, какой вкусный. Ну, сама бери ручками аккуратно. Обиделась она на меня, что я на нее пробовалась. Ну, паштет, не знаю, очень быстро делается. Конечно, с магазинами, то, что продается в магазинах, не сравнить. В магазине в паштете одно название ароматизатора. Мяса там нет. Здесь, конечно, по крайней мере, знаем, что положили в этот паштет. Вкусно. Вкусно? Вкусняха, да? Я вообще печень обожаю. В последнее время стали ее кушать меньше. На, вытирай полотенце, чистенький есть. Как знала, чистое полотенце приготовила. Салфетки забыла положить. Все как всегда. Ну, что делать? Вот такая. Я не могу уже объелась. Ты тоже объелась? Ты забыла салфетки? Забыла, Кисюнь, да. Я не могу уже объелась. Просто, просто, просто. Очень вкусно все было. Завтрак должен быть сытным, потому что энергия нам нужна для полноценного дня. На завтрак можно есть все, что хочешь, даже пирожки, требуете, ох, вам скажет. Потому что энергия в течение дня тратится. На ужин лучше, конечно, уже немножечко поменьше. Но, слава богу, нам не грозит проблема с фигурой, нам все нравится, поэтому мы кушаем столько, сколько хотим. Главное, чтобы человек был здоров, главное, чтобы человек был счастлив. А еда – это источник счастья в том числе. Ну да, все процентов 99 людей, которые сидят на постоянной дете, они злые, потому что они не получают удовлетворения. В том числе вот от еды. То есть они сидят, они себя вечно ограничивают. Я не хочу такой жизни. Меня все устраивает. Я иногда, да, устраиваю себе разгрузочные дни, устраиваю себе какие-то диеты. Диеты в плане… Кушаю больше овощей, фруктов. То есть не за то, что я себя ограничиваю, на одной морковке сижу. То есть я немножечко просто исключаю какие-то продукты более вредные. Ну что, мои хорошие, всем огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Сегодня у нас суббота. Я уже, если честно, я не могу вам сказать, я не помню просто, какой сегодня день. Именно число 10 или 11 октября. Я уже запуталась, правда. Когда вот такой насыщенный… насыщенная жизнь… Ну, нет у меня графика такого, как люди там ходят в понедельник, вторник, среда, пятница, суббота, и они четко знают, что у нас там 12, 15 или 13 выходные. У меня такого нет, поэтому я иногда могу путаться. Ну что, ну, то, что сегодня выходные, я знаю. Сегодня хочу пожелать вам всего самого доброго. Пока классная осенняя погода, мои хорошие, гуляйте, наслаждайтесь. Хорошего вам настроения, позитивных вам эмоций на всю осень, чтобы вам все удавалось легко, чтобы вы радовались каждому моменту своей жизни. Спасибо огромное тем зрителям, которые меня поддерживают в комментариях, пишут приятности различные. Очень приятно, мои дорогие, я вам крайне благодарна. Очень-очень благодарна, правда. Всех любим, всех целуем, обнимаем. Сонечкой только ради вас снимаем видео. На самом деле, если бы не вы, наверное, уже канал бы давно забросили. Иногда такая лень обуревает, что не хочется ничего снимать. Но только ради вас мы действительно знаем, что вы нас любите, что вы смотрите нас. Я снимаю, я стараюсь придумывать какие-то новые сюжеты для вас, мои хорошие. И просто очень-очень сильно вам благодарна, что вы есть у нас. Спасибо вам огромное. Увидимся с вами в следующих видео. Не обижайтесь на меня, если я не отвечаю на комментарии. Просто комментариев очень много. И с каждым днем становится больше. Спасибо вам за комментарии в том числе. Поэтому я стараюсь, конечно, все читать. Но мне не хватает времени просто физически всем ответить. Поэтому не обижайтесь. Я вам всем-всем говорю огромное спасибо. Спасибо, мои дорогие. Пока-пока. Всех целую и обнимаю. До новых встреч, друзья. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok